люди понимали вот из книги к истинного православия сейчас зачитаем библия греческое слово книги означает состоит из 77 книг кстати видному демонстрации экрана мою на видно состоит из 77 книг из которых 66 канонических книга книг известна под тремя главными названиями библия священное писание и слово божие написаны в течение 16 столетий примерно 40 авторами в то же время библия имеет одного автора бога писание написано изрекали святые божий человеке будучи движимы духом святым 2 петра 1 21 и так говорит господь слушайте слово божие исаи 1 2 библия состоит из двух неравных по объему частей ветхого и нового завета библию должен не только читать всегда но и исследовать так как написано исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную они свидетельства мне иоанна 539 включу сейчас еще человек все хорошо да не отходит все книга закона от уст твоих но получайся в ней день и ночь иисус на и 18 и священное писание умудряет во спасение при том же ты из детства знаешь священное писание которые могут умудрить тебя во спасение веровое христа иисуса 2 тимофей 3 15 еще кадушкин юрий просит чтобы вы подключили подключите пожалуйста словам библии нельзя прибавить ни одного слова или знака или отнять что-либо так как написано не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом не прибавлять к тому что я заповедую вам и не убавлять от того соблюдайте заповеди господа бога вашего который я вам сегодня заповедую все что я заповедую вам старайтесь исполнить и не прибавляй к тому и не убавляет того второзакония 4 2 32 12 32 и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним на того наложит бог язвы о которых написано книги сей если кто отнимет что от слов книги пророчества всего у того отнимет бог и участие в книге жизни на святом граде и в том что написано в книге сей откровение 22 18 19 участь житцов в озере огненным откровение 21 8 27 то есть слово божие называет называют но лжецами даже тех кто что-то добавляет или отбавляет от книги слова все заблуждения людей они состоят из того что люди не знают писание не верят в силу божию иисус сказал им в ответ заблуждаетесь не зная писание не силы божией матвея 22 29 библия полностью или частично переведена практически на более 2000 языков мира языки всех народов имеющих письменность на русский язык был перевод делом 1876 году то есть это по сути очень недавно для людей на руси и не знали получается библию ты особо простой народ особенно его не знал потому что вот сколько да и и просто заблокировали по точности и при небесной красоте этот перевод может соперничать самым лучшими переводами хотя библия одна но различные толкования породили свыше 6000 сект толков и течений поэтому нам надо знать какая библия из каких канонов с каких книг она состоит как ее толковать потому что сектанты они тоже имеет библию с ними с ней носятся но они ее любят но неправильно толкует поэтому нам надо знать как правильно толковать чтобы не попасться на их уловки шестой вселенский собор правило 19 гласит предстоятели церквей должны все дни больше всего в дни воскресенья поучать весь клиры народ словесами словесам благочестия избирая из божественного писания разумения и рассуждения истины и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов если будет исследовано слова писания то не иначе до изнесять изъясняет то но только как изложили светило и учители церкви в своих писаниях и ими более тут удовлетворяется нежели составе собственных слов дабы при недостатке умение в этом не уклониться от подобающего ну то есть и мы будем изучать писание строго по толкованию святых отцов ибо через учение отцов люди получают познание о добром и достойном избрания и они полезным и достойного отвращения исправлять жизнь свою на лучшее не страживают недугом неведения но внимая учение побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний соделывать свое спасение вот в евангелии туана она как раз таки много вот опровергает ересей то есть надо познать правильное толкование и тогда многие ерести просто обходят стороной ну вот надо это запомнить что 7 7 книг из них 66 канонические все 11 не канонических но все утверждены церкви у сектантов их они выкинули вот эти 11 книг их просто нету и вот сейчас тут где-то по вселенский собор написано вот канон книг это 6 вселенский собор 68 правило апостольский 85 правилам утвержденного канон книг какие должны читаться туда еще не входили апокалипсис потом уже позже был ее то есть на другом вселенским соборе уже бы ввели и апокалипсис туда ну и другие не канонические книги и они не канонические название потому что они там ложные но они просто не вошли в этот канон который вот изначально было 85 правила утвержден так но мы начнем тогда евангелие от иоанна и хотелось бы тоже про апостола иоанна рассказать кто он такой иоанн благослов апостол он был особо любимым спасителем за жертву на любовь единственную чистоту он самый молодой был апостол после своего призвания апостол не расставался с господом и был одним из тех трех учеников которых он особенно привел к себе святой иоанн богослов присутствовал при воскрешении господа дочери и аира и был свидетелем преображения господина на фаворе во время тайны вечери он возлежал рядом с господом и по знаку апостола петра приник на груди спасителя спросил об имени предателя то есть и господь ему сказал кто предаст апостол иоанн следовал за госом когда его связано вели гефсиманском саду в саде на суд беззаконных пересвященников анны киафы он же и находился во дворе архиерейском предопроса своего божественного учили учили неотступно следовал за ним по крестному пути скорбя всем сердцем и у подножия креста он плакал вместе с божьей матерью услышал обращение к ней с высоты креста слова распятого господа жена все сын твой и к нему все мать и твоя гуана 19 глава 26 и 27 стих и с это время апостол иоанн как любящий сын заботится о престол деве марии то есть после смерти христа заботу на себя взял апостол иоанн и служил ей до успения то есть до смерти никуда не отлучаясь из иерусалима после успения божьей матери апостол иоанн по выпавшему ему жеребию направился вефес и другие малайзийские города для проповеди евангелия я с собой и свои ученика прохора они отправились путь на корабле который потонул во время сильной бури то есть ведь апостол божий и поехал на корабле и с ним такая случилась что он потонул то есть не надо удивляться это и со всеми людьми уже случится все путешествующие были выборши на суши только апостол он остался в морской пучине прохар горько рыдал и лишившись духовного отца и наставник пошел в фес один на 14 день пути он стоял на берегу моря увидел что волна выбросила на берег человека подойдя к нему он узнал апостола иоанна которого господь сохранил живым 14 дней в морской глубине учитель и ученик отправился в фес где апостол иоанн непрестанно проповедовал язычникам о христе его проповедь сопровождала многочисленными и великими чудесами так что число верующих увеличилось каждым днем ну и в это время началось начались гонения на христиан а ты император не ровно я послал он апостол иоанна отвели на суд в рим за исповедние веры господа иисуса христа апостол он был приговорен к смерти но господь сохранил свою избранника апостол выпил предложимую чашу со смертельным ядом и остался живым зачем вышел невредимый скотлай кипящим маслом который был брошен приказанием учителя после этого после его сослали в заточение на остров подмос где он прожил много лет по пути следовании к месту сырки апостол иоанн совершил много чудес и на острове тоже сопровождались чудеса и много привлек он и просветил светом евангелие он изгнал множество бесов идольских капищ исцелил великое множество больных волхвы различным бесовским уважением оказали большое сопротивление проповеди святого апостола особенно устрашал всех не вмену и волк кенопс похваляясь тем что доведет до гибели апостола на великий иоанн сын громов как именовал его сам господь силу действующий через него благодати божий разрушил всех ущерения бесовскими которые надеялся кенопс и горлый волк бесславно погиб в морской пучине ну вот интересно что он единственный по моему из апостолов насколько если кто-то меня поправит который не погиб то сегодня убили то есть он прожил полную жизнь и он больше ста лет прожил то есть господь ему дал самую какую длительную жизнь до исполнены днями умер ну вот тут уже в принципе такой больше нечего то про него говорить ну тогда начнем евангелие туана первая глава первый стих в начале было слово и слова было у бога и слова было бог ну тут мне кажется тут торопиться вообще не надо по этой главе потому что она особенно для новичков она может быть непонятна и будем разбирать постепенно вот что пишет мы читаем толкование феофилакта болгарского он собрал все толкование святых отцов преимущественно иван златоуста и на основании то вот он уже толкует то есть так именно писание понимается только так она и понимается по-другому она и не понимается собственно говоря начале было слово это ради немощи слушателей дабы мы с самого начала услышав о сыне не помыслили о страстном и плоском рождении ну вот как мусульмане мыслят вот и они говорят ну как может быть бог рожден то есть они плоткая вний руках их мышление они не могут понять что он не плоским образом рожден и вот здесь это место как раз и показано что ли было слово то есть она уже было то есть она не то что там начала быть начале то есть начало существование мира слова уже была для того назвал его словом чтобы ты знал что как слова рождается от ума без страстно так и он рождается от отца бесстрастно. Еще назвал его словом, потому что он возвестил нам о свойствах отца, подобно, как и всякое слово, объявляет настроение ума, а вместо и для того, чтобы показать, что он советен отцу. Ибо как нельзя сказать, что ум бывает и надо без слова, так и отец, и Бог не был без сына. То есть это надо запомнить, что сын не рожден во времени, никогда не был, чтобы сына не было у Бога. То есть так как всегда был Бог и пребывало его слово, то и сын всегда пребывал. Иоанн употребил эти словосочетания, потому что много есть и иных слов Божьих, например, пророчества, заповеди, как и сказано об ангелах, крепкие силы, исполняющие слово его. Псалом 102, 20. То есть повеление его. Но собственно слово есть личное существо, то есть слово это личность. Вначале оно было. И слово было у Бога. То есть здесь евангелист еще яснее показывает, что сын советен отцу. Дабы ты не подумал, что отец был некогда без сына. Он говорит, что слово было у Бога. То есть у Бога в недрах отеческих. У Бога оно всегда было. Ибо предлог у, предлог, ты должен понимать вместо с. Как и в ином месте он употреблен. Не братья ли его и сестра его в нас суть. То есть с нами живут. Марка 6, 3. Так и здесь у Бога. Понимая. Вместо был с Богом. Вместе с Богом. В его недрах. Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо был без слова. Или при мудрости. Или силы. То есть Бог, он всегда имеет свои свойства. Так и слово всегда с ним пребывает. Посему мы верим, что сын, так как он есть, слово, премудрость и сила отца. Это написано в 1 калифонах 1, 24. Всегда был у Бога. То есть был современно и совместно с Богом. И как же скажешь, сын не после отца. Научись от вещественного примера. Сияние солнечные не от самого ли солнца? Так точно. Уже ли оно и позднее солнца? Так что будто бы можно представить себе время, когда солнце было без сияния. Нельзя. То есть солнца без сияния не было. То есть как только оно есть, тогда и есть сияние его. Ибо как оно было бы и солнцем, если бы не имело сияния? Как оно было бы так? Если же так мыслим о солнце, то тем более должны так мыслить и об отце, и сыне. И заметь также, что этим выражением опровергается и Савелий Ливианин. То есть вот здесь показывается вот это место опровергает еретика. который учил, что отец, сын и дух суть одно лицо. И что это единое лицо и в одно время являлось как отец, а в другое время как сын, а иное время как дух. То есть что Бог как бы он в одной личности и просто как бы под разными лицами является. Так пустословил сын отца лжи. то есть дьявол исполнить духа лукавого. Вот этот еретик, который этот распространял. Должно веровать, что сын, сын, сияние отца, как говорит Павел, евреям 1.3, и всегда блистает вместе с отцом, а не позднее его. Вот это надо запомнить, конечно. Всем христианам твердо держаться. И слово было Бог. То есть слово было у Бога, и само слово было Бог. То есть все здесь становится понятно, что какое это слово было. Оно и было Богом. То есть здесь ответ дается. И вот говорит, что Феофилак, видишь ли, что и слово Бог, и так доставится и Ария, и Савелий. То есть Ария это тоже один из еретиков. Ария, называющий сына Божьей созданием и тварью, да пострамится тем, что слово вначале было и было Богом. Ну вот мусульмане, они тоже считают, что у них это Иисус Христос, это творение Божие. Ну то есть человек, которого Бог тоже так же создал. А Савелий, не принимающий троечности лиц, но единичность, да пострамится тем, что слово было у Бога. Значит, у Отца и Сына единое естество, как и единое Божество. Например, чтобы мысль изложить яснее, Петр и Павел, суть иной и иной, ибо два лица, но и не иное и иное, ибо у них одно естество человечества. То есть, как вот разъясню это, что, допустим, мы с вами все одной природой человеческой. И мы, вот в этом мы одно. Ну у нас природа человеческая, но мы не одно. То есть, мы все разные личности. Так и Господь. Отец, Сын и Святой Дух имеют единую природу Божественную, но личности это разные. Так же должен учить об Отце и Сыне. Они с одной стороны, иной и иной, и оба два лица, а с другой стороны, не иное и иное, ибо одно естество Божество. Так, ну вот, всего-то прочитали один, можно сказать, один стих, и сколько тут разъяснений. Может, есть какие-то вопросы или дополнения по этим словам? Что-то непонятно кому-то? Давайте, братья, говорите. Алло. Алло. Да, да. Я помню, Данил Сысоев, когда он живой был еще, он тоже говорил, что три самосознания в Святой Троице, то есть, три личности, три их, вот, и когда я это, ну, осознал, мне так как-то, ну, хорошо стало в том плане, что, ну, Бог, он, он ему не одиноко, там, ну, есть с кем пообщаться, так, по-человечески, если рассуждать. Ну, да. Ну, и как он любовь, да, мог иметь, когда еще никого не было, если бы, он был один, это всегда под нами к кому-то, то есть, они побываются в любви. Господь пребывал в любви внутри себя, и злил эту любовь в мир. Сейчас видно, да, у меня, что на экране. Так, дальше тогда продолжаем, если у кого ничего нету, если что, вы прям прерывайте, то есть, и говорите, вот есть что-то, мне сказать. оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. оно было в начале у Бога. Сей Бог Слово никогда не отделялся от Бога и Отца. То есть, поэтому оно уже было в начале у Бога. Все через Него начало быть. Не считай, говорит, слово разливающемуся в воздухе и исчезающим, но почитай Творцом всего умопредставляемого чувственного, ибо стоя в храме, Он учил об Отце своем, как и Сам говорит. Я открыл имя Твое человеком. Иоанна 17,6 Кому эти действия приличны? Отцу или сыну? Все сыну, ибо Он в учении возрастил имя Отца. Сказав это, блаженный Давид превосокупляет и то, в начале Ты, Господи, основал землю, небеса и дело рук Твоих. Все через Него начало быть. То есть, это значит, Он это все и делал. Я так это понимаю. То есть, Отец все делал через Сына. То есть, Сын делал. Моисей, говоря о видимой твари, ничего не объяснил нам о тварях умопостигательных. Поэлику Евангелист сказал, что Слово сотворило все, дабы кто не подумал, что и Духа Святого. Поэлику Евангелист сказал, что Слово сотворило все. То, дабы кто не подумал, что и Духа Святого. То есть, Дух Святой его никто не творил тоже. Оно же сотворило, прибавляет. Все тем было. Что же все сотворенное? То есть, все им было, то есть, Господом, то есть, Словом. Все сотворено им было. Как бы так он сказал, что не есть в сотворенной природе Все это получил в бытие от слова Посему хитрое умозаключение Порфирия, язычника, распадает само собой То есть это такой тоже был еретик Он, пытаясь неиспроверживать Евангелие, употреблял такое разделение Говорил, если Сын Божий есть слово, то и произносимое или внутреннее слово Но он ни то и ни другое То есть он же не произносимый, то есть он как если личность И не внутреннее А он ни то и ни другое, следовательно, он и не есть слово То есть его нельзя назвать словом Но дух не принадлежит к сотворенной природе, посему он не от него и бытие получил Ну то есть безумие какое-то Иоанн 1.4 В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков Евангелист называет Господа жизнью, так потому что он поддерживает жизнь всего Так и потому что он подает жизнь духовную всем разумным существам И светом, не столько чувственным, сколько умным, просвещающим самую душу Не сказал, что он свет одних иудеев только, но всех человеков Ибо все мы люди, так как получили ум и рассудок, осознавшего нас слово, называемым посему, посвящаемым от него Ибо разум, данный нам, которым мы называемся разумными Есть свет, руководящий нас в том, что должен и чего не должен делать То есть в нем была жизнь, жизнь была свет человеков То есть получается, это речь о разуме, который нам был дан от него, этот свет То есть так это толкуется И свет во тьме свете Да, да, да Я помнишь, я вот напомню, ты же тоже Бринчанинова так изучал У него есть ли это? Потому что еще Алексей Ильич Осипов приводил Ну как бы вот в чем образ Божий? Отвечал на вопрос И вот такое сравнение как бы приводил, что вот Бог-отец, его же ум, ум безначальный называют отцы Ум И вот у нас тоже есть ум у людей Потом есть слово, понятно Ум рождает мысли, те же слова Другими словами Постоянно рождает причем И также от отца непривечно рождается слово Ум Большой буквы И как слову всегда соприсутствует дух То есть слово не может быть без духа Ну у человеков это дух разный, понятно А вот дух с большой буквы Дух третья ипостась Святой Троицы Ну вот в этом и есть как бы образ Божий в человеке И я вот когда это тоже осознал, мне ну тоже так возрадовался очень сильно Думаю, так действительно вот в этом же прежде всего образ и есть Отображение Бога в человеке И это действительно одно Но ум не может быть без мысли, без слова Это все одно и действительно дух соприсутствует Ну вот, то есть хотел такую сделать ремарк Бринчанинова вроде это тоже есть, да, учение, не помнишь? Ну да, что-то знакомое Нет, ну этот я не помню, Бринчанинова ли читал Но это однозначно правильно, так и есть Такой образ приводится Что ум, если у него не будет то есть слова, мысли То он это и не ум будет То есть с умом всегда присутствует и мысль И дух Иоанн 1,5 И свет во тьме светит, ведьма не объял его Свет, то есть слово Божие, светит во тьме То есть смерти и заблуждений То есть мы пребываем в смерти и заблуждения И свет во тьме светит Ибо он и подчинивший смерти Так преодолел ее, что принудил Изливать из тех, которые она прежде поглотила И в языческом заблуждении сияет проповедь И тьма не объяла его Ни смерть не преодолела его, ни заблуждения Ибо свет этот, то есть слово Божие Не преоборим Некоторые тьмою считали плоть и земную жизнь Слово сияло и тогда, когда стало во плоти И было всей жизни А тьма, то есть противоположная сила И искушала и преследовала свет Но нашла его неодолимым и непобедимым Тьмой называется плоть не потому что Не потому будто она такая по естеству Но по причине греха То есть плоть была создана Богом И она не являлась тьмой Но когда человек согрешил Тогда и плоть Стала тьмой Ибо плоть, доколе управляемым законом природы Не имеет решительно никакого зла Но когда подвинется за предел природы И служит греху Становится и называется тьмой И вот когда говорится Свет во тьме светит И тьма не объяла его Вот это об этом и речь То есть грех не может объять Слово Божие Оно независимо от этого То есть Написано Свет во тьме светит То есть именно Слово Божие Светит нам всегда во тьме И вот мы собственно его изучаем Это Слово Божие А Слово Божие еще является Самим Богом Который уже непосредственно Воплотился для нас Слово Христа Да Слово Я свет миру Я свет Пришел в мир Да и Христос О тебе же говорил Я свет миру Есть у кого что сказать еще Вячеслав Тут еще надо заметить То что ты читаешь Слово стало плотью То есть Бог Иисус Христос Есть слово И оно ради нас С небес Пришло на землю Да и воплотилось в человека То есть слово стало плотью Вот это мусульмане Категорически не принимают И вообще люди Которые не верующие в Бога И то что Бог Это и есть слово Они в это не верят Слово стало плотью То есть такая же плоть Как и у нас Да То есть это только зачат От Духа Святого Не от Не от Мужа От хотения Сказать Да Мусульманы Это не вмещают Да это даже Православные не понимают Кто не читал Евангелие Он не может понять Я когда читала Евангелие В начале было слово И слово было у Бога В каком начале Где в начале Еще когда Бог творил ангелов Какое начало Земля же была безвидна И пуста Да И Дух Божий Населся над водой То есть еще в начале Тут еще Почему вот люди Не верят Даже православные Вот есть троица Да Бог Отец Бог Сын И Бог Дух Святой То есть Духа Святого Никто не творил Слово Это Иисус Христос Вот если ты познаешь Бога Отца То ты познаешь Сына Да А если ты не познал Сына Да Потому что через Сына Приходишь к Отцу То ты не можешь познать Отца Сущего Ягву Вот это не только православные То есть это не только мусульмане Это и православные И даже те же самые иудеи Которые распяли Христа Они не могут понять Как слово Да Может воплотиться Да То есть Бог с небес Сошел и воплотился Стало плотью Да Почему говорится Священное Писание Оно живое Да Каждая буква Запятая точка Священное Писание Она живая Это не просто так То есть кому Бог откроет Да Тому и будет дано А для кого закроет Закроет для погибающих Для погибших То есть не всем еще открывается Зависит от человека Хочет он познать Вот это вот Божественное Писание Или нет Каждую букву И каждое слово А если не хочет То Бог ему и не откроет Как в связи с этим Как ужасающе Слова Священников звучат Когда они говорят Ой-ой-ой Не читай Библию В прелесть впадешь Сколько уже свидетельств Даже в нашей группе Рассказывают Женщины Ну да Я когда первый раз Читала Евангелие Я стояла вот стоя Я трепетала вообще От страха Вот такой у меня Страх был Что это живое слово Это слово Бога И наверное Поэтому Господь Не так вот Открыл просто Мне все было понятно И без толкования Потом я уже начала Более глубокий Чтобы духовный смысл Искать Евангелие То есть перед ним Не то что нужно Сидеть на диване Лежать Да и читать Какой-то роман Это тебе не роман Это слово Божье Вообще его даже И сидя не нужно читать Не то что И я его стоя Всегда читала Я стояла И трепетала Каждую минуту Перечитывала Каждый стих Каждое слово По 5-10 раз Пока оно войдет В меня Представь себе Один стих Читать допустим Сутку Пока дойдет До тебя До основания мозгов Чтоб ты понял О чем там пишется И бесполкование Настолько оно живое Это и проникает Вот когда ты это Осознаешь И Бог тебя открывает Это просто чудо А еще Наталья Многие да Стихи Бывает тоже Да не доходит Их просто приходится Вымаливать у Бога То есть просить Что Господь открыл Бывает даже толкование читаешь Но все равно До тебя это до души Вообще никак не затрагивают Не проходит В тебя Не вмещается Молишься Богу Прости чтобы Господь открыл И Господь открывает Именно таким Да Вот правильно пишет Играя Нужно погружаться В Слово Божие Таким образом Вот она меня Как Евангелие задела Я когда его читала Как может Отец В сыне И сын в отце Я просто это не могла Внести в себя Вот на этом стихе Господь меня и поймал Я начала молиться Ну мне просто ступор был Мозги мои не вмещали Вот как может То есть в одном Быть два Да Два в одном Я начала молиться И просто у меня Просто был голос Вот я есен Бог То есть Как бы это Такой как бы Я даже не знаю Как это объяснить Вот как другим есть Это даже не голос А вот как-то из глубины души И все Я поняла И это самое Что это и есть Иисус Христос И Он всюду Это Христос То есть Бог просто так Открыл и все И я поняла Что Всюду Христос Везде Почему это в Новом Завете В посланиях и пишется Апостолы Именно о Христе Говорят Бог Отец Именно Благодарю Господа И Бога моего Иисуса Христа Да То есть везде Христос Везде Всюду и во всем Но это только протестанты Вот так вот это понимают Господь им открывает Тоже Они считают Слово Божье А вот православные Это не понимают Они все Бог Бог Какой Бог Как его зовут Как имя ему То он Совсем не знает Это печально Но Большинство Посланных Так да Большинство Но вот протестанты Тоже Они понимают Бывает Им как Бог открывает Вот сегодня я Разговаривал Около трех часов Мне даже Он открыл через учителей Что он лично будет открывать То есть Это по гордости Если человек гордый Хочет чтоб сам все понять И бывает Что ему из-за этого Господь и не открывает А наоборот Туда дух ереси Проникает Поскольку человек Отверг учителей церкви Которые эти места Истолковали Но когда человек В церкви Находится И он смиряется Перед этим То и Господь открывает И через учителей Мы это читаем И потому что Даже бывает Вот как православный Ты говоришь Через учителей Ты прочитаешь Но до тебя Это все равно Не дойдет Потому что Ну не рожден Бог не открыл И все Глаза слепы И вот я сегодня Общался с протестантами И для них Вот это все Много чего понятно Что мы вот это говорим Они постоянно То есть там И в молитве живут Общаются Но вопрос Церкви для них Просто заблокирован Как бы На сто процентов То есть Этот дух Который Как бы Они воспринимают Как святой Они не могут Он им не открывает Истину По поводу церкви По поводу священства И вот что И удивительно Что Их так оставляют В этом Заблуждении Я им это Сегодня приводил Все что Игнатий Тихонович У него научился И в беседе С еретиками Ну Видно что Они это Не знают Ничего этого То есть Для них Это как закрыто Хотя они там Писание читают Постоянно И молятся Чтобы им открывалось Но ведь Бог закрывает им Это Почему-то Потому что Видать Это Вот этот Гордость Вот эта Которая Что человек Сам может Все познать Когда есть Учителя Которых Бог поставил Они же еще Как понимают Там где Они получили Покаяние Вот допустим Я покаялась Православие Всегда была Православная Я просто не представляю Себе Где-то у сектантов Хотя Меня тетя Два разобрала Собрание Свидетелей Игова Ну я еще была Мне там 15 лет Но и у меня Так Внутри Душа Возмущалась Так оно Мне не нравилось Я поняла Что какая-то Оглобля А не вера Какое-то Собрание Хотя там И читали Библию И пели Но мне Очень не понравилось Совсем А когда я Зашла Первый раз В жизни В церковь В Дом Божий Вот когда Никого нету Вообще И ты приходишь В церковь Там никого нету Еще ни литургии Ничего Когда ты Один сам Там В этом храме Вот тогда ты Ощущаешь Что это Дом Божий А у протестантов Они же как Вот все сектанты Они думают Что если они На этом месте Получили покаяние Все Там это место Святое Они там Одержатся То есть Они не идут дальше Вот как Инатий Техно Он покаялся Получил Десятников Библии И все И он пошел Дальше Учить Он все Как бы Это самое Исследовал И понял Что только В православии Спасение Он правильный Путь сделал А есть люди А они Это не исследуют Вот те Которые Из протестантов Начинают Исследовать От начала Вот И возвращается Да Церковь Обратно Домой А те Которые Они исследуют Они просто Сдержатся За это Пустое Место Вот это Собрание Там Где Они покаялись Что все Это Церковь Это Свято И они То есть У них Как бы Это Какой-то Идол Вот Это Помещение А не Бог Если Священное Писание Дало Тебе Покаяние Иди Дальше Молись Чтоб Тебе Бог Открыл Где Исерковь Где Спасение Священное Писание Оно Как Открывается Когда Ты Принимаешь К Себе И Когда Ты Каешься Вот Господи Вот Я И Тут Согрешил И Там Согрешил И Блудницу Простил И Блудного Сына Господи Ты Встретил И Когда Человек Вот Это Просто Читает Читает А К Не Могу Наталья Согласиться По По Поводу Дома Божьего Сейчас Православные Храмы Это Вертепы Разбойников Как Не Крути Дом Божий Это Вот В Потеряевке Да Там Дом Божий Все Мы Там Были Видели Насколько Он Соответствует То Что Господь Задумал О Своем Доме А Православные Храмы Сейчас Торговые Дома Вертепы Разбойников Виталий Дом Божий Он Будет До Конца Мира Потому Что Христос Придет Там За Церкви За Домом Божьим Христос Придет Найдет Леверу На Земле Он Придет За Церковь За Своей Невестой Так Напишем В Откровении Ивана Богослова И тут Ничего Сказать Нет Виталий Как Что Говоришь Что Вертеп Разбойников Но Апостолы Туда Ходили И Так Ж И Мы Хотя Там Делаются Все Преступления Торговли Нарушения Так Ж Мы Не Можем Туда Не Ходить Это Все Людское А Божественное Оттуда Не Ушло Это Однозначно Это Не Синагога Иудейская Там Где Нет Духа Божия Да Смоковница Проклятая У Которые Нет Плодов Это Синагога Иудейская Церковь Есть Предание Церковное Есть Игромное Предание О том Что Настанет Время В крам И нельзя Будет Ходить Так Что Ну Настанет Время Но Оно Еще Не Настало А Где У Тебя А Где У Тебя Этот Парометр Чем Ты Измеряешь Настало Оно Или Нет По Мне Так Оно Настало Ну Если У Человек Есть Какое То Чувство Благодати Которую Он Получает В Таинствах Которую Он Запечатлел Еще Изначально То Он Конечно Это Чувствует Но Игнатий Тихонович Конкретно Говорит Что Все Признается Благодатным Никуда Еще Не Наступило Это Время Еще Чего Бы Мы От Себя Это Там Добавляли Это Раньше Времени Это Нельзя Делать Да Это Дом Божий Его Хотят Сделать Вертепом Но Все Равно Не Получится В смысле Его Хотят А Его Сделали Уже Вертепом Торговля Все Полностью Продают Молитву Продают Все Продают Что Что Вы Говорите Симония Просто Ну Я Не Знаю Махровым Цветом Расцвела Уже Давно Где Дом Божий Вот Так Это Есть Но От Этого Конечно Врата Это Все Не Продолевает Ада Не Одолевает В Любом Случай Если Таки Есть Люди Кто Это Видит И Кто Этим Работает Этим Борется И Ради Одного Человек Уже Господь Будет Держать Всю Жизнь Продавали Можно Сказать Конечно Игнатий Тихонович Говорит Что Если Это Действительно Дом Божий То Христос Туда Еще Не Пришел Потому Что Если Бо Он Прошел Он Просто Выгнал Всех Ну Это Он Как Слава Просто Говорит Как Это Небрямо Правда Есть Правда Есть Слова Но Правда Есть Что В Этом Деле Значит Христос Еще Не знают Христа В Этом Да Так Это Как Есть Учение Еще Такое Что Надо Бежать Оттуда И Все Есть Учение Такое Что Чаша Евхаристия У еретиков Это Бесовская Чаша Вот Экуменизм Московской Патриархии Тоже Махрон Цветом Расцвел А Экуменизм Это Ересь Ересей Простите Меня Тоже Понимаете Вот Тут Каждый Решает За себя Как Вести Там И так Дали Ну Собор Такого Такое То есть Нет По канонам Что Экуменизм Это Ересь Ересей Такого Нет То есть И это Не Суждит В смысле Каким Собором Это Ересь Действительно Тоборы Экуменистов Будут Собираться Что Я И Говорю Что Ты Не можешь Как бы Из-за Этого Перестать Ходить В церковь В храм Или Отвергать Его Благодать Просто Не можешь Я Не Отвергаю Благодать Я Просто Констатирую Факт Что Происходит В церкви И все Я Говорю То Что Происходит В церкви Экуменизм Ересь Ересей То есть Он Вобрал Себя Там Полную Ересь Расцвел Еще раз Повторяю Ну Это Всем Известно Как Что Что Творится Самое Интересное Что Есть 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 Противоположность Всему Этому Еще раз Повторю Вот Где мы Были В Потеряевка И уже Никто Не Отвертится Что Невозможно Это Сделать Невозможно Из Ну То есть Действительно Дом Божий Сделать По Канонам Церковным Никто Уже Не Сможет Отвертеться Потому Что Пример Явлен В двух По крайней Мере Местах Может Еще Где-то Есть Не знаю Кто-нибудь Расскажет Более Менее Что Соответствовало Все Дому Божьему Ну Если Так Взять То Потеряевка Может Дать Фору И вообще Там За 2000 Лет Многим Общинам И церквам Которые За 2000 Лет Было Потому Что Мы Читаем Что И во Время Апостолов Уже Были Нарушения И во Время Самого Расцвета Церкви Все Это Было Но Церковь Она Стоит И стояла Независимо От этого Но Это Естественно Мы Это Видеть Все Должны Не Должны В этом Участвовать Не Участвовать В делах Тьмы Но И Обличать Но Всегда Все равно Виталий Надо Добавлять Что Благодать Еще Не Ушла То Потому Что Если Ее Отвергнуть Тут Я Это Не Говорю Что Ушла Она Не Ушла Просто Где У тебя Есть Вот Этот Термометр Ушла Благодать Не Ушла Ну Это Мы Соборно Решаем Соборно И Определяется Это Конечно Это Не Я Один Игнать Тихонович Все Братья И Все Есть Такое Явление Что Извини Ты Знаешь Что Есть Явление Что Постоянно Этот Процесс Не Прекращается Из Патриархии Уходит Более Менее Ну Так Сказать Священство Которое Ну Старается По крайней Мере Богу Угодить Понимаешь Да У них Там Есть Заблуждение Они Наполнены Они В этой Матрице Патриархий Вирусов Набрались Но Опять же Они Именно Из Ревности И Кстати По канонам Отходят От Еретика Патриарха Или Епископа Еретичествующего Есть Такой Канон Есть Такой Канон Они Отходят Понимаешь Они Неправильно Отходят Они Не Могут Отходить Поскольку Должно Все равно Осуждено Быть Соборно То есть Или Должно Быть Проповед Они Как Раз По Канонам И Отходят Понимаешь Они Перестают Поминать А Это По Канонам Все Игнатий Тихонович Кстати Не Осуждает Игнатий Понятно Если Говорить Работу Там Можно Было Остаться В церкви Работать Они Уходят И Потом Начинают Злословить Только И Все И Ничего Не Все У них Там Конец Наступает Их Духовная Жизнь Все Они Начинают Мотаться Из одной Церкви В другой Церкви Подожди Вячеслав Это Не Раскол Понимаешь Это Не Раскол Какой Раскол Если Еще Раз Говорю Они По Канонам Я Не Помню Это Правило Но Они Именно По Канонам Перестают По Ним Поминать Канонам В этом Правиле Гласит Что Должен Этот Священник Или Архиерей Он Должен Открыто Проповедовать Какую То Ересь И Упорно А не Так Что Там Он Что Сказал Там Патриарх Гундяев Открыто Проповедует Всякое Что Попало Несет Ты Если Спросишь Он Тебе Чисто Подагматом Все Ответит И Он Не Скажет Он Не Будет Он Знает Как Ответить А Что Там У Нем Внутри Это Так Нельзя То Есть Это Понятно Что Мы Несторожим Да Нет 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 Не Отвертится Он Нет Если С ним Побегли Беседовать Он Никуда Он Не Денется Его В угол Загнать На Раз Два Можно Одно Это Ладно Давайте Дальше Пойдем Потому Что Мы Остановились Сейчас Еще Отец Мне Что Скажет Всем С миром Сергей Хотелось Прям Буквально Шажок Назад Вернуться Тема Которую Наталья Интересно Говорила Насчет Отец В сыне Сыну Отце Вот Вспомнилась Так И ассоциация Такая Прошла И на Самом Деле Это Отмечено Святом Писании Что Семьи Божьей Есть Христос Так Вот Именно Такое Сочетание Очень Образно Показывает Как отец В сыне И сын В отце И святой Тух Там же Вот Допустим На некий Необитаемый Остров Который Даже Не Растительности Отсутствует Перенести Дерево Невозможно Семя Плывет В смысле Переносится Семя Туда И несет В себе Вот это Древо И Те Кто На этом Острове Окажутся Они Узнают О древе Через Семя Интересная Очень Ассоциация Такая Что Святой Дух Семенем Ложится Чтоб Мы Христа Познали И через Христа Отца Познали И Везде Вот этот Образ Который В Евангелии Везде Именно Семени Которое Больше Чем Само Семя Оно В себе Содержит Как Говорится И древо И корень И Ну и как И силу Роста И силу Духа Вот этого И прорастает Да И прорастает В человеке И Именно Именно На этом Изойти Подмена Духа И Усыновиться Дьяволу Можно Семя Может быть Отравлено Оно Может Подменено Быть И Совершится Ну своего Рода Мутация Мутация И оно Будет Прорастать Но уже Будет Уродливое И в принципе Оно Будет Антиподом Того Семени Которое Должно В нас Созревать Вот такая Вещь Видится Интересная И Поэтому Правильно Наталья Сказала Здесь Очень Четко Надо Для себя Без Зазоров Без Трещин Четко Понять Вот Эту Иерархию Оно Одновременно Иерархия Одновременно Одно Как бы Три в Одном Вот так По русски Говорят И одно В трех Как говорится В трех И три в Одном Ну к тому же еще и Бесплодное Это семя Ну Когда Оно Так Вот Является Бесплодно В итоге Нет Ну Виталий Оно В смысле Ну Может Поясни Если Оно Установляется Дьявол Ну Как Трансформирует Конечно Оно Как Артефакт Оно Не связано Стоит Ни с корнем Нашем Происхождении Ни с его Исходом Как бы Запланированным Как бы Творцом Конечно Да Оно Как Зависает Повисает Ну Вот Это И есть В принципе Вот Незнание И грех Здесь Сливается Незнание И грех Прямо Сливается Это Имеется Ввиду Что Если Мы Семьи Получили Не Знаем От Кого Это Тоже Уже Грех Не Знаем От Чего Оно Ну Не Несем Как Бы Оно Нам Не Слышим Его Будем Так Говорить Что Ж За Семьи У нас И Вот А Еще Тут Тоже Которые Уже Последний Вопрос Разбирали Мне Вот Кажется Ну Как То Видится Так Ну Как Б Жизнь Опыта Что Каждый Человек Должен Определенно Откровение Услышать Откровение Дано Но Для него Оно Должно Состояться Вот Когда Оно Состоял Человек Через Призму И греха Своего И Своей Как Б Б Б Б Безжизненности Без Бога Он Это Откровение Слышит Каким Несловесным Образум Кровение Которое Просто Пробивает Как Ну Как Определенным Образум Как Лазером Прям Вот Сквозь Все Структуры Наши Проходит И Тогда Когда Оно Проходит Оно Не Отменяет Наши Болезни Но Уже Структура Внутри Она Работает Это Так Же Как Может Быть Очень Правильный Человек У него Тело Все Рассыпаться Как Про церковь Виталий Ты Говоришь Оно Может Храм Весь Рассыпаться Но Пока Внутри Последний Правильник Молится Все Не потеряно Она Ради Этого И Как Систем Нужны Хочется Такое Видеть Правда Ли В этом Человеческое Тело Как Храм Божий Показывает Что Совершенно Ортогонально Может быть Здоровье Физическое И Духовное А не Ортогонально При Разрушении Полном Развалина Внешне Может быть Страннейший Богатырь Духа Присутствует Думаю Что и в материальном мире Что-то подобное В таких Вещах Может Произойти Конечно Конечно Я согласен Потому что Видишь Так Когда Озираешься Смотришь На Людей Которые В храме Стоят В этом Вертепе Видишь Что есть Люди Которые Совестливые Они Все понимают Ну Не могут Они ничего Сделать Они Как бы Как Некое Томление Лота В Содоме Вот Ну Вот так Вот Если можно Такое Сравнение Сделать На некоторых На некоторых Это видно Вот Видимо Ради Них И Господь Еще А Также Если На организм Перевести Как Мы В машине Витали Обсуждали В организм Перевести Как только Поражаются Допустим Сосуды Какие-то Некие Магистральные Допустим Там В ногах Там В руках Сразу Открываются Зачаточные Спящие Сосуды Другие Дополнительные И в итоге Правильно Делать Медицину Никто не Отменял Как Говорится И Обличать Обязательно Надо Иначе Как бы Не понять И не выздороветь Но Ресурсы Которые Заложены Богом Ну Как бы В существовании Церкви Спасения Они Такие Грандиозные Они Практически Наверное Ну Они Как бы Уже Достоверение Имели место Быть Эти ресурсы И нам Их На самом деле По-человечески Иногда Очень трудно Как бы Оценить Что ли И Исправить Да Исправить А исправить Вообще По-человеческими Силами Как бы Очень сравнительно Ну Давайте Дальше Пойдем А то Мы Ничего Сегодня Мало Будет Так Шестой Стих Был Человек Посланный От Бога Имя Ему Иван И он Пришел Для свидетельства Чтобы Свидетельствовать О свете Дабы Все Уверовали Через Него Он Не Был Свет Но Был Послан Чтобы Свидетельствовать О свете Евенгелист Говорит О предтече То есть Обывание Крестителя Что Он Был Послан От Бога То есть Послан От Бога Ибо Лже Пророки Не От Бога Когда Слышишь Что Он Послан Был От Бога То Знай Что Он Ничего Не Говорил От Себя Или От Людей Но Все От Бога Это Применимо Иисуса Христа Тоже Называет Ангелом Он Же Иоанн Креситель Был Он Еще В Зачатии Он Уже Был Исполненным Духом Божьим Да Да Если Ты В Духе Святом Несешь Евангелие То Конечно Вот Так Это И Есть Посланник Апостол Священник Ангел Да Ну Если Через Тебя Как Спаситель Достучится Ну Как Достучится До души То Это Как Да Именно Такая Миссия Вот Я Разговаривал С Мусульманином Тоже Они Говорят Ну Он Мне Все Иисус Бог Я говорю Бог Но Он Пророк Пророк И Ангел Как Говорит Так Ну То есть Оно Вот Это Мышление Оно Вот У них Оно Во всем Проявляется Как Они Троицу Не Могут Признать Как То Что Там Рожден От Бога Так И Вообще Никакой Вопрос Не Могут Вместить То есть Когда Не Могут Вот Три Как Это Может Быть И Бог И Человек И Еще Ангел И Еще И Пророк Это Абсолютно Не Вмещается Можно Сказать Да Говорите Конечно У Него У Них Точнее У Этих Можно Сказать Кто Испает Излам У Тех Людей Просто Как Пластинка Какая То Может Они Даже Не Вмещают Они Просто Выдают Какую-то Запись То Что Он Пророк Он Пророк И Они Просто Так Твердят И Действительно Они Непробиваемы В своем Вот Мнении Ну Да У Них Все Выше Понятие Пророк Занято Уже Аллах Там Вот Коран Он Так Программирует Хорошо В Этой Теме Не Воспринимает Показываешь Им По Евангелия Говоришь Ну Смотри Сам Подумай Ну Как Кто Может Воскресать Мертвых Ну Это Аллах Ну Вот Христос Говорит Что Он Воскресит Мертвых Не Слышит Потом Кто Может Прощать Грехи Вот Христос Говорит Прощаются Грехи Как Это Он Делает Но Это Не Слышат Абсолютно И Знать Не Хотят Дело В том В неведении Помните Статистику Сколько Там При институте Женщина Опросы Делала Там И там Какой Там Ну Там Вообще Неведение Сплошное 0-0 3 Да Ну То есть Можно Я не знаю Какие Мусульмане Тут Православные Вообще Нулевые Ну Это Можно Можно Ставлю Слово Простите Как Говорится Завал Неведение Они Вообще Там Просто Почат Во все Стороны Мусульмане Можно Слово Да Да Говори Мусульмане Они Это Воспринимает Изначально Они Не Воспринимают Священное Писание То есть Они Исходят Из того Что Это Ложь Там Написано В Библии Это Ложь Они Из Этого Всегда Исходят Поэтому Они Не Признают То Что Иисус Дворил Чудеса И так С ними Можно Понять Сразу Они Изначально То есть С Такой Ну С Таким Подходом Из Этого Исходят В то же время Ссылаются Иногда На него Говорят Ну Вот У вас Иисус Говорит Нигде Не Говорил Что Я Бог Когда Им Выгодно Да Так Чтобы Свою Позицию Ну Свою Да Свою Веру Вот Тут Надо Ловить Вот На этом Месте Правильно Игнать Тихоныч Делает Что Говорит А вы Чего Топчешься Евангелие Вы Там В своем Коране Останьтесь А Евангелие Конкретно То есть По крайней мере Отойдите От него Не топчите Его Не говорите Что там Что-то Написано Что вам Там У вас Там Кажется Вот Это Доказать Можно Кстати Мусульманину Что там Не написано То Что они Думают И Когда Доказываешь Это Они Сразу Говорят Ну Это Все Там Исказили Исписали Ну Это Уже Результат По крайней мере Он отошел От Евангелия Сам Я Как-то Общался С проповедником Мусульманским На улице Стоят Так И Как только Вот именно К этому моменту Доходило То Что Вот По поводу Библии Что это Раньше Все-таки И докажите Что это Ложно Они Все время Перебивают Сразу Перебивают Все время Не хотят Ничего Сразу На другую Тему Перескакивают Только Заболтать Хотят И все Ну да И написано Всякий Дух Который Не исповет Иисуса Христа Пришедшего Плоти И не есть От Бога Но это Дух Антихриста О Котором Вы слышали Что он Придет И теперь Уже Есть Уже В мире То есть Это Мусульманстве Это Дух Антихриста Пророки С ним Уже Апостолы Идиотики Все Во всей Посему И называется Ангелом А преимущество Ангела Ничего не Говорит От себя Слыша Об Ангеле Не подумай Что Иоанн Был по естеству Ангел Или сошел С небес Он называется Ангел По делу И служению Так как Он послужил Проповеди И произвестил Господа То за сие И назван Ангелом То есть Когда мы Служим Проповедю И произвещаем Господа То И мы можем Быть названы Ангелами И он Пришел Для свидетельства Чтобы свидетельствовать О свете Дабы все Уверились Через него Неужели Все Уверовали Через него Сколько От него Зависело Он свидетельствовал Для того Чтобы всех Привлечь А если Некоторые Не уверовали То он Не заслуживает Порицания И солнце Затем восходит Чтобы всех Осветить Но если Кто запершись В темной комнате Не полится Лучом То уже Ли в этом Вина солнца Ну Хороший пример Он не был Свет То есть Иоанн Креститель Но был послан Чтобы свидетельствовать О свете Светом Мы можем назвать Каждого из святых Но светом В данном значении Не можем назвать Например Если кто тебе скажет Иоанн Есть ли свет Согласись А если Спросят Уже ли Иоанн Он и свет То есть Изначальный свет Сам он Не есть свет В собственном смысле Но свет По причастию Имеющий сияние От истинного света То есть Как отблеск Так Так Раз Минкрофон Как не слышно У меня Потому что Тут Связь По Поэтому По 4G Она может Отваливаться Немножко Хромать Слышно меня Подтвердите Слышно Ничего Скоро 5G Будет Все нормально Будет Иоанн 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 1.9 Был свет Истинный Который Просвещает Всякого Человека Приходящего В мир Толкуем Сколько Зависит От него Самого Он Просвещает Всех То есть Написано Свет Истинный Который Просвещает Всякому Он Просвещает Всех Ибо Скажи Пожалуй Разве Не все Мы Разумны Разве Не все По природе Знаем Добро И противные Ему Разве Не имеем Способность Через Размышления О тварях Познавать Творца Ко всему Разум Данный Нам И наставляющий Нас Переродою Который Называется Законом Естественным Может быть Назван Светом Данным Нам От Бога Если же Некоторые Худо Воспользовались Разумом Те Сами Омрачили Себя Этим Он Неспровергает И ересь Фотина И Павла Самосадского Утверждавших Что Единородный Тогда Получил Бытие Когда Родился Девы То есть Как будто Иисуса Христа То есть Второе лицо Пресвятой Троицы Ее не было То есть Бога А когда он родился Его То есть Вот он стал существовать Ну как творение И ты Арианин Не признающий Сына Божия Истинным Богом То есть Тоже Это ереси Слушай Что говорит Евангели Евангелист Свет Истинный И ты Манихей Говоря Что мы Созданы Злым Творцом Слушай Что свет Истинный Пресвещает Всякого Человека Если злой Творец Есть тьма То он не может Никого просвещать Ну вот тут Многие ереси Сразу Подбиваются Которые Раньше В первые века Христианства Особенно Буйствовали Потому что То что Утверждало Что в Христе Две природы Человеческая И божественная Это Многие ереси Выставали Которые говорят Или что Христос Это одно и то же Что и Отец Что это То есть Одно и то же И одна и та же Личность И вот это Все вот эти слова Мы тут читаем Тут нам Толкование Показывает Что здесь Это все Опровергается Был Свет истинный То есть Христос Свет истинный Иоанн 1.10 В мире был И мир через него Начал быть И мир его Не познал Занявшиеся мирскими делами То есть Если мы Он будет То есть Мы будем Даже Стреть Исповедь Причащаться Но если Мы Занялись В этой жизни Мирскими делами То есть Ими занимаемся То мир Как мы будем Миром И не познаем его Но все Святые Пророки Познали Со всех сторон Доказывает Что он Творец Остраняя В одно время Безумие Манеса Говорящего Что Все Презвел Злой Творец И безумие Ария Называющего Сына Божией Тварью То есть Созданным А вместе И всякого Человека Приводя К исповеданию Творца Научая Не служить Тварям Но поклоняться Создателю Пришел К своим И свои Не приняли Его Иоанна Здесь Евангелист Очевидно Ведет Речь О домостроительстве Спасения Во плоти И весь порядок Мысли такой Свет был истинный В мире Без плоти И не был позан И потом Пришел К своим С плотью Под своими Ему Можешь разуметь Или весь мир Или иудею Которую он избрал Как долю Наследия Как участок И собственную Собственность свою Будучи Говорит Говорит Своими Ему Не все Приняли его Ибо Господь Не привлекает Никого Насильно Но представляет На собственное Смотрение И произвол Ну здесь Братья Предлагаю Закончить Вот на этом И вот Поговорить Вот по этим стихам Может какие-то У кого мысли есть Почему не все Познают Бога Почему он Не всем Открывается Почему Не приняли его Народ его Который Который он готовил Столько Несколько Тысячелетий Почему Они его Не приняли И почему Мы Ответ Да Есть Кого-то Мысли У меня Есть Да Давайте Говорит Как В притче Вышел Сеятель Сеять То есть Там Все Подробно Разбирается Об этом Ну да То есть Четвертая часть Приняла Семя У них Сердце Было готово К этому Да Приняла Ну Чуть Чуть Меньше Конечно Но Были же Иудеи Большое Количество Довольно А вот Интересно Сколько Вот Если Посмотреть В процентном Отношении Сколько Иудеев Приняло Христа Интересно Есть такая Статистика Которая Это может Как-то Нет Статистики Такой Нет Статистики Ты что Это в конце Мира Мы узнаем Когда Господь Придет И откроется Скрытое Во мраке Тем более Евреи Они же Как это Прячут Свою веру Они ее Не показывают А если бы Иудеи Не распяли Христа То мы Язычники Вообще Где бы Были Мыш Как говорится Кал Как они Нас Называют Отребье Гори Как Аля Гори Да В Ветхом Завете Тоже Бывали Случаи Когда Присоединялись К народу Божьему Язычники Из язычников Например Иов Самый Известный Королевич Так просто Были Колено Были Роды Как бы Целые Роды В которых От Адама Еще сохранялось Истинное Видение Бога И они Пред Богом Ходили Молились Вот Были Во всех Народах Были Такие Праведники У них Подскудный Такой Страх Божий Всегда Был И они Исходя Из Этого Так Даже Мне кажется Даже Язычники Так называемые У многих Из язычников Они Были Постоянно В подчинении Более Развитых Народов В части Древ Часто Даже Несмотря На то Что Те В Египте Были Под Гнетом Но Они Как бы Были Был Говорить Морально На Ступеньки Ниже Но У них Уже Вот Эта Потребность Как Говорит Как Говорится Увидеть Более Чистое Настоящее Высшее Над Собой Она Была Очень Сильная Язычник А Евреи Немножко Себя Водителями Мира Уже Воспринимали И Это Сыграло С Злую Шутку Как Действительно У продвинутых Избранных Народов Вот Эта Вещь Есть Соблазнились Избранностью И Ее К сожалению Использовали В Противофазе Как Говорится Избранчеству Своему Милхиседек Царь Салимский И Он же Священник Которому Авраам Десятину Дал Да Он Не Не Еврей Но Он Был Праведником Священник Бога Всевышнего Он Называется Он Был Не Еврей Да Ну Это Как Про Образ Про Образ Шел Христа Нет Это На вопрос К тому Что Богопочитание Было У Язычников Тоже У Индивидуальных Это не язычники Понятно В смысле Язычники Значит Не евреи То есть Другие Народы Ну Само Понятие Да Да Но Иов То Он Неизвестно Кем Он Был Это Еврей Он Не Еврей Нет Иов Точно Не Был Евреем Есть Есть Ну Там Менения Разделились Говорят Что Это Собирательный Образ Некоторые Отцы Толковали А Некоторые Говорили Что Действительно Такая Личность Была Ну Да Мне Кажется Это Личность Действительно Была А Кто Это Говорит Что Собирательный Образ Есть Ты Не Помнишь Ну Я Не Помню Но Это Такое Есть Учение Здесь Даже Человеческий Такой Момент Работает Вот Допустим Девушка Ждет Принца На Белом Коне Готовывается Ждет Его И В итоге Пропустит Настоящего Суженого А Те Кто Просто Живут Богомолятся Увидев Суженого Они Как Говорится С ним Находят Друг Друга Будем Говорить Корнилий Сотник Он Он Праведный И Бог Ему Открылся Сразу Его Принял Да Ну Через Апостол Сколько Примеров Господь Приводил Иисус Христос Приводил Все Время В пример Ставил Тоса Маренина То Есть Читая Еретика Там Какого Сектанта Ищет И так Далее Женщина Смирилась Так Что И псы Едят Крохи Спадающие Со стола Господ Тоже Была Нееврейка Ну И так Далее Получается Что У евреев Вот это Следование Редкозаветной Буквей Уже Своего рода Выродило Следование Духу А вот У некоторых Как говорится Язычников Пока Еще Такого Разночтения Не происходило Евреи Всегда Очень жестко Буквы Следовали Почему И многие Вот эти Они Лицемерия Да Лицемерия И вот Почему Большинство Вот этих Как говорится Таких Перепетий Их Ну Как бы Восприятие Иисус Христа Всегда Так Со Скрипом Шло Именно Потому Что Сталкивалась Внутри Сознания Реальный Бог И И Тот Бог Которую Они Себе Выстроили На Букве Одной Но Еще Главное Что Но Почему Язычники Господь Говорит Что Я Из Камней Воздвигну Детей Авраама То Камнями Названы Язычники То Они Как Камни Их Не Готовил Бог Как Бо Но Они Восприняли Христа Да Самое Главное Почему Не Принимает Бога Вот В Евангелии Напер Образ Такой Пришли К Христу Исцелился Десять Прокаженных Да И Кто Пришел Поблагодарить Бога То Есть Люди Которые Просят Просто Телесное Исцеление Да Это Не Только Те Евреи Прокаженные Но И Просто Люди Вот Бог Исцеляет Да И Все И Бог Им Не Нужен Только Им Хорошо В Не Ищут Бога Ищут Исцеление Какого То Чуда Спасение Души Никто Не Ищет Ну И Конечно Сейчас В мире Очень Много Соблазна Особенно Тех Кто Живут За Границей Какой Тут Бог Если Тут Такой Соблазн Вообще У них Нет Понятия Сейчас У Молодежь Что Такое Страсть Похоти Да Я Сама Когда Читала Евангелие Я Думала Что Такое Похоть Я Даже Не Знала Пока Я Просто Бог Открыл Я Читала Евангелие Вот Это Вот Порождение Ефидны Иоанна Крестителя Обличения Фарисеев И Тогда Я Поняла О чем Идет Речь Да И Еще Вот Евреи Вот И Те Кто Христа То Не Восприняли Они На самом деле По Букве Не Выполняли Законы И Об Этом Христос Говорил Что Они Лицемеры Что Они Накладывают Блемена Неудобоносимые А Сами Не Готовы Пошевелить Даже Пальцем А Допустим Апостол Павел Он Был Ревностный То есть Фарисей Он Все Выполнял И Как Его Господь Обратил То То Себе Он И Так Говорит И Таких Господь Как Раз Такие Может Обратить И Обращает Да Или Допустим Родители Ивана Крестителя Сказано Что Они Праведны Перед Богом Были То Выполняя Все Уставы И Заповеди То Они Жили Строго По Уставам И Господь Их Посетил То И Через Них Родился Пророк Не Измыслили Себе Всех Дан Бога А Именно На Букве Уготовились Принять Истинного Бога Для Того То Буквы Законы Дан Был Чтобы Это Исполнять И Подготовить Своё То Душу Свою Подготовить Принятие Христа А Именно Лицемерие Когда Ты Не Исполняешь И Людей Ты Сделал Такими Что Они Его Не Приняли И Извратил И Суть Практически Да А то Многие Сейчас Говорят Что Вот Сейчас Новый Завет Пошел И Ничего Это Ничего Не Выполнять Не Надо Это Вообще Полная Неправда То То Есть Написано Что Закон Будет Написан В Сердце То Если Человек Не Выполняет То Он Не Делает Ни Ни Канона Не Исполняет То У Него Получается В Сердце Ничего Не Написано То Есть Благодать Его Не Коснулся Он Не Родился От Бога Потому что Он Не Хочет Это Делать И Еще Это Оправдывает Что Якобы Новый Завет Ветхозавет Что Якобы Это Все Ветхозавет И Это Выполнять Не Надо Ну Вот Это Есть Последствия Лжеучения Ереси Которые Кишки Кишит Вот Это Среда Московской Патриархии Там Просто Вирус На Вирусе Интеллект Вирус Имею Ввиду Ну Ложь Короче Говоря Ну Да Также Это Виталий Как В медицине Есть Боксы Где Должно Быть Стерильно И Там Развивается Просто Бывает Грандиозное Слышали Инфекции Больничные Которые Очень Трудно Купировать Какими Там Антибиотиками Вот Что Сделать Вот Так Вот Своего Рода Заповедники Такие Ереси Появляются Глубины Внутренние Но Тем Не Менее Как Говорится Саму Ты Клинику Не Отменишь Она Идет С вами Вот Правильно Сергеев Тушенко Говорит Ищущие Истины Находит Бога А Ищи Удовлетворение Своих похотей Идет Кривой Дорожкой Вот Они Искали Даже Законе Бога То Как Похоти Свои Исполнить Отсюда Ереси Искажение Учения То есть Да Это Так Правильно Искать Ты Будешь Искать Свои Удовлетворение Похоти И плоти То есть Они Воли Божьей Удовлетворения То Ты Даже В учении Будешь Там Все Искажать Ради Себя И Поэтому И названо Святеряцы Помог Или В Библии Написано Я не помню Что Ересь Это Грех Плоти Да 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 Это явно Отражается В современном состоянии Церкви Когда По страсти Ну вот Допустим Та же Прелюбодейная Вот эта ересь Которая Сейчас Разбита Очень Там Развод В 12 штук Это же Явно Подогнали Под страсти Мира То есть Мир Любит Разводиться У них Все Есть И подогнали Учение Церковное Якобы Церковное Что Можно 12 Причин Развода Существует Услужливо Подогнали Да То есть Один человек Неплодородный То есть Он не может Рожать Все Это уже Причин Для развода Уже Тебя Могут Официально В церкви Развенчать Хотя Такого Слова Не бывает Этого Бога Да Да Ныне Удовлетворение Своих Похотей Называется Экономия Правильно Я вообще Где-то Встречается Экономия Виталий Ты учился В духовном Семинарии В канонах Вообще Такое Понятие Встречается Я вот Читал Что там Конечно Экономия Это Экономия Это очень Хорошая Это Ну как Скать Это Когда Священник Видит Епископ Или Священник Истины Видит Что Человек Ревнует Об исправлении Видит Как он Да Он тогда Конечно Идет Навстречу Как Вот Как В Библии Отец Сразу Побежал Навстречу Сыну Плодному Ну как Бо Сразу Идет И Может Там Ну как По канонам Игнатихович Говорит Что Одну Треть Может И по Времени Там Уменьшить Да Вот Это И Причистить Его Чуть Чуть Пораньше Там Но Это Если Человек Что Трудится Это Видно Это Одна Треть То есть Максимально По канонам Это Одна Треть Уменьшения Насколько Я Помню Да Ну да Ну да 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 Но Опять же Помнишь Ты Говорил Что Василий Великий За Прелюбодейство Назначил 15 Ну вернее При нем А потом Уже Собор Шестой Ты говорил Там Или Какой Уже Семь Назначили Ну Как Я не знаю Ну вот Это К слову о том Что Прелюбодейство 15 лет Да При Василии Великом Отлучали От причастия И оно Приравнивалось К Содомскому Греху Ну то есть Это грех Очень По тяжести Своей Это Ну это Очень страшный Грех И очень Тяжкий Грех Так К слову Чтоб Понимали Что это Такое Ну да На Мытарском Мытарство Блуда Не проходит То есть Большая часть То есть 20 мытарств Разных А мытарство Блуда Там Большая часть Людей Больше чем Во всех Остальных Мытарствах Людей Остается Да это Не блуд Блуд Там Поменьше А Прелюбодейство Там Оно В себя Вбирает Ну это Коварство Предательство Это Осквернение Рода Там Столько Всего Понамешано Ну это Вообще Вот Сергей Пишет Поэтому Господь Так и выделяет Ивана Крестителя Иван Выравнивали С Ильей Потом Не с моей семьи Надо посмотреть Скажи кто ты Кто ты Скажи Они уже Такие В отчаянии Уже Чтобы нам Дать ответ Пославшим Нас А Ну вот Это Дальше Да Вот он Говорит Ты Илия Он Отвечал Нет Пророк Он Отвечает Нет Сказали Кто 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 Чтобы Дать Ответ Пославшим Нас Да И он Говорит Что он Глаз Вопиющего В пустыне Исправьте Путь Госфу Ну как Сказал Пророк Исай Так Ну что Братья Полтора часа Уже Все Проходит Еще Есть Что Кому Сказать Если Нету То Будем Молитву И Заканчивать На сегодня На славу Божьей Сергей Игнатов Пишет Что Пишет И пишет Надо Может Сказать Может Так Микрофон Есть Брат Сергей Скажи Так Если У тебя Есть Спаси Христос Всех Приветствую Я Уже Написал То Что Хотел И Выставил Ну правда Под Самый Конец Ну Так Вот Получилось Опоздал Немножко Очень Рад Вас Видеть Слышать Всех Вас Люблю По Настоящему Хорошо Храни Вас Господь Взаимно Благодарим Рады Слышать Вас Голос Ну что Братья Давайте Помолимся Слава Отцу И Святому Духу И Ныне Присно И Во Веки Аминь 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 Святого Также Благодарим Тебя Господи За то Что Я Встретил Братья Всех И Сестер Которые Помогают Нам В познании Истины В единодушии Мы можем Познать Слово Твое И Без него Мы жить Не можем Господи Дай нам Пожалуйста Силы Чтобы познавать И любить Слово Твое Святое И иметь Великую Благодарность Тебе И к Пророкам Твоим Святым Которые Это Изрекли И записали Для нас Благодарим Тебя И молим О благословении Отца Нашего Духовного Игнатия Отца Иакима И братья Всех Общины Его И Братья Сестер Здесь Присутствующих А Также Молим О всех Врагах Наших Тех Кто Пытается Препятствовать Слову Распространению Слову Твоего Святого Не Вменяем Господи В грех И Приведи К себе Слава Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Если Кто Хочет Своими Словами Может Тоже Помолиться Слава Тебе Господи За этот Прекрасный Вечер За То Что Появилась Еще Одна Маленькая Общинка Виртуальная Благослови Что Присоединялись Новые Души Которые Прописаны У тебя На небесах Вникали В Слово Твое Просвещались Освещались Утверждались Слове Твоем Потому Что Грядут Страшные Испытания На землю И нам Нужно Быть Утвержденными Иисус Благодарим Тебя За Того Человека Благодаря Которому Благодаря Тебе Господи Мы Все Вместе На этом Сайте В этой Группе Аминь Аминь Продолжение следует